Виртузпро.орг продолжает прямые включения из Йон Чоппинга с Dreamhack Summer 2012. Рядом со мной сидит Брюс, со-владелец и просто самое главное божество команды RockSkiss. Я прав? Нет, у нас нет фанатизма. Мы просто... Меня просто уважают. А, окей, то есть у вас не такая организация, как у нас, ну ладно. Брюс, ты как человек, который всегда очень скептически, ну, может быть, можно сказать, реалистично смотришь на вещи. Как ты оценишь шансы российских Старкрафтеров, ну и украинских Старкрафтеров на вот этом серьезном турнире? Я не буду говорить за своих игроков, потому что это плохая примета. Хотя мог бы, но не стоит. Могу сказать, что... Ну, не поехал Касс, не поехал Хэппи, но они ничего и не могли выиграть. Сейчас. Вот. Но все равно хотелось бы их увидеть. У Кассы сейчас черная полоса. Хэппи силен, но не уверен в себе. Но он уже ищет, что сделать. Жалко, что нету Лавелли, потому что он поехал в Германию. Потому что он стабильно хорошо выступает. То есть ему много чего не хватает, но именно на Лане он всегда показывает там 70-80-90% от себя. Очень ответственно выступает. Браток может кого-то поубивать, но это уже не тот браток. И он не хочет быть тем братком. Он играет в Диабло. Стрелок, к сожалению, по болезни не смог поехать. Значит, Турук. Турук хороший игрок со специфическим стилем. Но, мне кажется, он особенно по игре против Пумы. Все равно, какое преимущество у него будет, он может облажаться просто на ровном месте. Ну, как это и было. То есть 130 лимит на 200 и проиграть, когда ты уже выигрывал игру, слишком еще не четок. Поэтому вряд ли он сможет выиграть турнир. Если он войдет в тройку или попадет в топ-8, искренне за него порадуюсь. Но это еще не чемпион. Кто там еще? Вайтра покажет 100% интересные игры. Это игрок, да и человек такой, сегодня у меня все идеально, завтра все через... Оно место. Да, оно самое, поэтому тут на рачка как бы... Но он именно душевно за головой играет, поэтому просто будет приятно посмотреть, как он это сделает. Тут результат, дай бог, топ-3, дай бог. Димага. Димага сейчас в хорошей форме, вот для себя. Я вижу, как он тыкает, все, но он недавно женился и голова у него сейчас не тем забита. Я не думаю, что он вот готов прямо. Он может, но если по шансам, он просто вот морально не готов. Если пойдет, вдруг вот прибодрится, да, уровень есть и, ну, и должно какое-то везение быть. Потому что вот так вот он даже против топовых чувачков, там, Пумы, Хира, там, Стефа, короче, с десяток игроков, там, которые процентов 70-80 против него имеют. Вот. Ну, может так повести, да, но маловероятно, кто остался. Ну, а про своих говорить не хочется. Понимаю. Тогда на кого стоишь вообще в турнире? То есть, кто должен выиграть это мероприятие, на твой взгляд, и насколько это мероприятие является важным вот для, допустим, корейских про-геймеров, ну, вообще для топовых про-геймеров? Ну, во-первых, приехали тут, значит, естественно, Пума, Пума, Стефана, вот это вот такие самые сильные здесь выделяются, из того, кого я помню. Есть еще Нанива, да, из таких вот опасных, но это не то, он может, но это уже не то. И приедут из MVP, вампир, вампая, Протас, и приедет Теран там от них, я забыл, как его зовут, тоже жестенький. Вот, но они еще не выезжали, по-моему, за бугор, поэтому... Ну, то есть на территории Кореи только, да, что-то показывают? Да. Такие могут облажаться из-за стиля тупого для, с их точки зрения, они не привыкли к неагрессивной игре. Все-таки Стефана и Пума, я думаю, что вот это фавориты такие... Войдут в топ-3, думаешь, да? Ну, должны встретиться, ну, вот они самые... Вот именно, если ты меня спрашиваешь, кто фавориты, то вот это фавориты вдвоем. Согласишь ли ты со мной, что групповые этапы турниров по Старкрафту, даже столь крупных, они намного уступают зрелищности аналогичным турнирам, например, по Доте или по Контер-Страйку? Вот. То есть вот как-то в группах все как-то так достаточно предсказуемо зачастую и легко. Согласишься или нет? Тут с какой стороны посмотреть? Эти групповые этапы на Дримхаке, большое уважение в том, что они делают все честно и не создают групп смерти, да? Из-за этого нету трагикомедий, да? Но в то же время я считаю, что это именно наиболее честное и может не столько зрелищное изначально, но опять же, если посмотреть дальше, то это хороший шанс для неизвестного игрока проявить себя. Если он не выпустит фаворита, то это вернет как бы людей, о, типа, а как там должен был, допустим, там Фраер и Димага выйти из группы, там, а этот ноунейм взял и того, и другого, и все сразу, о, а что это, а кто? И это дает именно хорошую на будущее, как бы, возможность людям быть замеченными. И это стимулирует, стимулирует то, что выиграть турнир должен тот, кто должен его выиграть. Глубокомысленно. Прежде всего, хотел бы спросить, почему такая делегация большая от RocksKiss в этот раз? То есть вы прямо сделали ставку на этот турнир? Не то, что ставку, просто захотелось посмотреть именно, то есть мы бы и вывезли шесть человек, да, то есть и Абвера тоже, но у Леши просто у лучшего друга свадьба, вот, поэтому он не смог. Я хотел, как бы, посмотреть, что будет, если, ну, не выбирать игроков, да, а повезти всех, просто это эксперимент, скажем. Кто дальше добежит? Да, то есть я, у меня есть какая картина? У меня есть картина, как руководителя, да, у меня есть картина, как тренера, да, у меня есть картина, как бывшего киберспортсмена, то есть у меня уже есть, в принципе, некий прогноз, и я, вот, для себя у меня есть личная оценка скилла каждого и кто куда пройдет, вот, но, чтобы не гадать, нужно проверить. Это будет дороже, вот, и поэтому это дорогая проверочка. Правильность. Тест на Вангу такой дорогостоящий. Да, ну, дорогостоящий, но это в то же время и честно по отношению, то есть, так бы я выбирал, допустим, там, три человека, да, а так я говорю, нет, езжайте в Пятером, да, там мне придется доложить денежку, но, ой, вот, я говорю, будет так, да, там вы считаете иначе, а каждый считает, что у него там есть шанс. Хорошо, давайте посмотрим. Этот турнир в целом, какое впечатление тебя оставляет, вот, по итогам первого дня? Нужно понимать, что DreamHack это особое событие, то есть, я здесь, не знаю, какой там раз уже, это некий такой фестиваль и киберспортивная часть, на самом деле, вы думаете, там, DreamHack и так далее, когда сидите там, что это, вот, киберспорт здесь главное место. Главное место здесь это те 15 тысяч человек, которые приехали сюда со спальными мешками, со своими компьютерами, платят там, по эти, там, 70 евро в день за стол с интернетом и здесь просто постоянно какой-то экшен, концерты, там, движники, какие-то квесты. А киберспорт, в принципе, идет своей чередой в отдельной зоне и потом, конечно, финальная часть уже будет показана где-то, там есть специальный зал. Положительное у меня впечатление. Ну, такой формат турниров, именно как общекультурного какого-то мероприятия, он тебе больше нравится, чем когда это такая закрытая тусовка для про-геймеров? Мне, на самом деле, больше импонирует вот это, вот этот формат, потому что он ближе к жизни, ближе к людям, то есть, вот они сами занимаются делами, а потом именно им интересно самое вкусное посмотреть. И мы, я думаю, вернемся вот к тем эмоциям, которые будут на финале, даже если там не будет наших игроков. Ты же был, да, когда Тарзан выходил? Да, из-за Open Стокгольм. Да, да. Это вот, вот оно. Да, было ощущение, что там просто, да, стокгольмские жители просто пришли поддержать своего игрока. Да, Тарзан, Тарзан. Да, это было прекрасно. Я слышал, что ты планируешь в следующий раз в Швецию поехать попробовать на машине. Это с чем связано? Тебя не устроил ваш вот трансфер досюда в этот раз? Ну, во-первых, я просто люблю путешествовать. Вот так, то есть, у меня сейчас, например, с друзьями идет разговор о том, чтобы попробовать там объехать всю Европу на машине, да. То есть, я на машине ездил к Демаге в Черновце, это там, не знаю, сколько километров. Ну, нормально так, без передышечек проскакиваешь. Вот, в Минск я ездил, в Питер, соответственно, там, ну, такие расстояния, типа, там, в тысячу, в полторы уже одолевались. То есть, хочется именно не просто прилететь из точки А в точку Б, а где-то остановиться у пруда, да, где-то у хорошей какой-нибудь такой церквушечки, да. Где-то присесть на дорожной кафешечке, посмотреть, как настоящие люди живут. Вот не это, когда мы идем туристическими маршрутами, соответственно, и быть хозяином себе, да. То есть, когда ты на своем автомобиле, то ты не привязываешься к тому, что там автобус, здесь, здесь что-то задержалось, я кипишь. Ты спокойно все делаешь, ты рассчитываешь на себя, на своего коня и... Понятно. Ну, Жор, прекрасный ответ, прекрасное интервью. Спасибо, Брюс, у нас такое действительно няшное интервью получилось, очень спокойное. Спасибо, удачи твоим игрокам. И, я думаю, у нас еще будут поводы поговорить на этом ивенте. Ну, давай по скандалям тогда. В следующий раз. Хорошо, спасибо. Это Virtuspro.org и с нами был Брюс.